Девушки отдыхают Мы приехали в Центральную Америку втроём, а уехать отсюда можем вчетвером. Вот так. Вы все жили здесь пять лет? Почти. Это как наступить на больную мозоль, вернуться в то место, которое было нашим первым домом. Много воспоминаний? Да, очень много. Ребенок уже родился? Как больно. 9-1-1, что случилось? У неё было много крови. Я подумал, разве это нормально? С моей сестрой не может такого случиться. Сёстры Даггар. Пополнение. Нужно взять кастрюлю побольше. У меня срок 39 недель. Самочувствие хорошее. Я готова рожать в любой момент. Хотя я не чувствую, что этот момент наступит скоро. Возможно, даже роды начнутся с задержкой. Не хотелось бы. Предполагаемая дата родов – наша годовщина. Всего год назад мы занимались подготовкой к свадьбе, а сейчас мы уже готовимся к появлению ребёнка. Это волнительный момент. Привет, милая. Привет. Как дела? Хорошо. Что готовишь? Суп. Как на работе? Хорошо. Иди скорее в душ. Я рад всему этому. Может, нервничаю немного, но стараюсь позаботиться обо всех последних мелочах, чтобы мы были полностью готовы к рождению малыша. Спасибо. Звонит. Откроешь? Да. Всем привет. Привет. Проходите. Сегодня к нам на ужин пришла семья Напьер. Джилл и Дженна помогали Хайзер с домашними родами. Боже мой, как они выросли! А её я ещё не видела, она новенькая. Да. Я познакомилась с малышкой Наэль вскоре после того, как семья Напьер удочерила её. А раз мы с Беном и сами надеемся в скором времени усыновить ребёнка, мы хотим подробнее узнать их историю и, может быть, перенять опыт. С малышом приходится нелегко. Вы не заметите, как он вырастет? Да, это невероятно. А вы уже знаете пол? Да, но ещё никому не сказали. Как здорово будет сюрприз. Мы тут узнавали об усыновлении. В зависимости от агентства, у них у всех разные правила и требования. В том агентстве, куда мы обратились, требуют, чтобы нашему ребёнку сначала исполнилось хотя бы 9 месяцев. Так что у нас ещё есть немного времени. Но мы уже работаем в этом направлении и хотим походить на какие-нибудь курсы в следующем году. А как к вам пришла мысль об усыновлении? Я несколько раз ездила с миссией в Центральную Америку и посещала детские приюты. Это было интересно. Да, я помню. У меня просто сердце кровью обливалось при виде этих ребятишек. Я всегда считал, что это здорово. Ещё с детства меня посещали эти мысли, что у меня будет большой дом, и я во дворе буду играть в футбол с 15 сыновьями. Ты всегда хотел большую семью. Да. Ещё когда Бен и Джесс только начали встречаться, они уже тогда говорили об усыновлении. Бен и Джесс просто обожают детей и отлично ладят с ними. Было бы здорово, если бы они усыновили много детей. А как проходит процесс? Вот вы решили усыновить ребёнка, и что дальше? Мы выбрали агентство и нашли детский дом в Уганде. А она на тот момент уже родилась? Да. Когда мы начали весь этот процесс с приютом в Уганде, Наэль, было уже месяцев девять. Мы пока точно не определились, кого хотим усыновить и откуда. У тебя после супа останется место для десерта? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Мы думали об усыновлении ребёнка из своей страны, но не исключаемые вариантов других стран. Надеюсь, мы сможем усыновить не одного ребёнка. Наэль молодец. Для человека, который учит английский всего полтора года, она очень хорошо говорит. То есть она совсем не знала английского? Нет, это было одним из сюрпризов. На нашем пути было немало препятствий. Весь этот процесс далеко не лёгкий, но он очень приятный. История семьи Напьер нас воодушевила. Конечно, мы поняли, что это сложный процесс, но он определённо того стоит. И очень мило видеть, как Ноэль влилась в их семью. Это большое счастье. Веселимся. Извините. Ничего. Бен, как раз подготовишься к 15 сыновьям. Не знаю, буду ли я рад, если это случится. Бен такой милый. Я не знала, что он мечтает о 15 сыновьях. Это было бы здорово. Я была бы счастлива. Забавно, что он говорил именно о сыновьях. Целых 15 мальчишек. Да уж. Очень амбициозно. Центральная Америка. Я иду сзади. Прошло несколько дней с тех пор, как мы вернулись в Центральную Америку. Уже поселились в квартире и возобновили занятия испанским. Привет. Привет. Собираясь в Центральную Америку, мы с Дереком также собрали несколько сумок с вещами для приюта мамы Кармен. Мама Кармен – это детский приют, где эта милая женщина, мама Кармен, присматривает за ребятишками. Некоторые из них – сироты, а некоторых родители просто оставляют на день. Мама Кармен уже 30 лет заботится о детях. Для всех них она стала самой настоящей мамой. Дети вернулись с прогулки, и мы будем с ними рисовать. Каждому в руки по одному мелку. Мне поручили раздавать детям краски, листы бумаги. Звучит просто, но на самом деле это не так. Я не силен в испанском. Они просили страницы с определенными рисунками, а я просто вырывал без разбора. Возиться с этими детьми очень весело. Я все думала, что и мы когда-то вот так же бегали по дому. Я подумал, было бы неплохо, если бы Джесса и Бен побывали в этом приюте, раз они всерьез задумываются об усыновлении. Да, было бы здорово, если бы они увидели это место. Они бы точно забрали отсюда пару ребятишек. Возьмем этого, и этого, и этого. Возьмем всех. Да. Нам повезло, что у нас есть возможность приехать сюда, провести время с этими детьми и передать им кое-какие вещи. Но, с другой стороны, отсюда тяжело уезжать, зная, в какой ситуации находятся малыши. Нам нравится желание Джесса и Бена усыновить ребенка. Нам нравится помогать. Сэндвич? Мы подумаем об идее усыновления. Да, мы к этому абсолютно готовы. Мою маму удочерили, так что мне это знакомо. Мы с Джил думаем, что это интересно, и мы уже подумываем об усыновлении. Далее. Мам, осторожно, грузовик! Рискую жизни, переходя дорогу. Поход на местный рынок подарил уникальные впечатления. Да, это вам не торговый центр. Мой испанский не очень. Надо подтянуть. Джубия. Джубия. Думаю, сложности возникли отчасти из-за размера ребенка. Как же больно. Сестры Даггер. Пополнение. Посмотри на него. Поцелуй ее. Мы устроили фотосессию, посвященную беременности. Можно встать. Неудобно сидеть на ноге. Ева друг семьи. Она с мужем занимаются свадебной фотографией. Обычно они не фотографируют беременных, но для нас делали исключение. Посмотри на животик. У нас мало снимков беременной Джессы, и мы решили сделать еще. Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Я фотографирую свой растущий живот каждые две недели. Но мы решили устроить профессиональную фотосессию. Это же первая беременность. Чтобы она осталась в истории. Как вы собираетесь рожать? Вовремя. Моя сестра родила на две недели позже срока. Если я перехожу, уверена, что ребенок будет очень крупным. Да, не знаю, как все получится. Я переживаю. До даты родов осталось четыре дня. Но я чувствую себя великолепно. Мы еще не выбрали имя, но, надеюсь, скоро решим и этот вопрос. Есть какая-нибудь поза, в которой вы хотели бы сфотографироваться? А что, если я возьму ее на руки? Это может выглядеть странно. Боюсь, ты не сможешь меня поднять. Может, тогда ты меня? Вряд ли там для тебя найдется место. Я не позволю Бену взять меня на руки, пока не сброшу набранный вес. Не хочу, чтобы он себе спину сорвал. Ты, конечно, сильный, но... Зеркало не врет, как и весы. Добрось. Давайте сделаем снимок на Полароид. Фотосессия прошла отлично. Спасибо вам большое. Это отличный памятный подарок, который останется с нами на долгие годы. Красиво. Очень, да. Красиво. У меня тут, кажется, таймер сработал, индейка готова. Видишь, пупок? Центральная Америка. Сегодня я буду целый день помогать в местной акушерской клинике. Здравствуйте. 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 Мне не терпится не только потрогать пухленькие животики, но и посмотреть, как тут ухаживают за женщинами. Надеюсь, я смогу перенять опыт и использовать его, когда буду работать в миссии. Мне это очень поможет. Если там такой же городок, вам нужно активно просвещать жителей на тему семейного здоровья, потому что люди там почти ничего не знают о том, как нужно о нем заботиться. Сегодня у вас есть пациенты? Да, и мы можем пойти их осмотреть. Я уверена в своих навыках в акушерстве, но опыт в Центральной Америке точно будет уникальным. Пока Джилл была в акушерском центре, мы с мамой решили взять Израиля на местный рынок. Орехи. А вот тут у нас обувь. Не знаю, найду ли подходящую. Думаю, подобрать мой размер будет достаточно сложный. Зато твой размерчик мы найдем. Точно. Возможно, ребенок шевелится. Послушаем сердцебиение. Ну как, слышите? Давайте послушаем. Вот оно, сердцебиение хорошее. Для Джилла это идеальное условие. Она обожает латиноамериканскую культуру. А акушерство – это просто ее стихия. Понятно, у нее 36 недель. Она занимается этим последние 4 года. Все сложилось очень удачно. Она наконец-то получила лицензию и теперь может работать в миссии. Это всегда было ее мечтой. Мне кажется, ребенок немного опустился. Она готова рожать? Да. Мне не терпится применить свои навыки в акушерстве. Например, для обучения женщин в том месте, где мы будем жить. Не знаю, скольким малышам я помогу появиться на свет. Один свой у меня уже есть. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно. Я надеюсь, что смогу передать часть своих навыков и знаний другим людям. Он юрзает. Хотя многие латиноамериканцы именно так носят своих детей. Правда? Да, держат их вот так. Шоппинг с ребенком совсем не похож на шоппинг в одиночку. Так тебе лучше видно? Он видит то, чего мы не замечаем. Да, и будет все хватать, так что не подходи близко. Дети думают только о еде и о том, что им нужен свежий подгузник. Посмотри, Израиль. Для него это все просто развлечение. Израиль, как раз твой размерчик. Какие милые. Только не ешь их, не надо. Ему нравится. Мы купили три пары резиновых сапог нужного размера и потратили менее 30 долларов. Это неплохо, потому что в Америке я вряд ли купил бы такие же сапоги за те же деньги. Привет! В торговом центре такого не увидишь. Ты сможешь сюда вернуться. Эй! 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 Мама! Эй! Классные сапожки! Эй! 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 И вот, они много сгладили процесс адаптации, потому что она помогала нам, присматривая за Израилем. Куда идти? Нам будет тяжело прощаться с ней Мне понравилось сегодня в клинике Я познакомилась с несколькими мамами Все мамы говорят на одном языке Это точно За три дня до предполагаемой даты родов Мы готовим четыре блюда Мы с Джой можем заняться энчеладой Тогда я сделаю фахитос А я займусь пирогом Всегда здорово собираться с сестрами А сейчас как раз подходящий момент Джесса готовится стать мамой Поэтому мы решили собраться и приготовить Несколько быстрых блюд Которые Бен сможет просто поставить в духовку и разогреть Так всем будет проще Какой милый дом Вы жили здесь пять лет? Да, почти пять И тут родилось двое малышей Да, и вот-вот появится третий Я расскажу, где стоит рожать В ванной! Но это в первую очередь Это не самый плохой вариант Я слышала, как некоторые говорили Как здорово рожать, сидя на унитазе Слушайте, ну это кошмар Все, хватит об этом Скоро тебя перестанут смущать такие темы Во время беременности многие темы перестают смущать Это точно Когда у меня воды отошли, я думала только о том, чтобы ковер не испачкать Так что ковер сразу убери Серьезно? Да Нам было очень весело Мередит! Приятно быть вместе с семьей и заниматься бытовыми хлопотами, вроде готовки Хотя это как наступить на больную мазон Вернуться в то место, которое было нашим первым домом Где все напоминает о прошлом Мама всегда укачивала твоих братьев и сестер в кресле-качалке У меня в голове множество приятных воспоминаний Было здорово вернуться и окунуться во все это Вспомнить то, что было раньше Ты рада, что приехала в дом тети Джесс? Она такая милая и похожа на МакКенди Это да Не терпится увидеть, на кого твой будет похож Нам тоже не терпится Бен переживает? О, да Немного Из-за того, что не знает, чего ожидать Но он справится Конечно Как у вас прошли последние несколько месяцев? Ну, мне кажется, для всех это был непростой период Но это хорошая возможность стать ближе к Богу Укрепить веру Доверить Господу решение насчет следующего шага Это поддерживает тебя Я уже говорила, что в какой-то момент мне казалось, что роды длятся дни, если не недели Очень непросто было пережить моменты от схватки к схватке и продолжать тужиться В последнее время на меня столько всего навалилось, но я иду дальше Для меня многое значит то, что я живу здесь Дом изменился, теперь это дом Джесса и Бена Но, тем не менее, у меня с ним связано множество воспоминаний Вот так Нахлынули воспоминания Да, посмотрим, что Господь уготовил нам Анна отлично держится, несмотря на все происходящее Она проявляет себя с сильной стороны Безусловно, ей тяжело, и у Анны бывают моменты, когда ей особенно трудно Вот так Она довольна Как думаешь, у тебя есть все необходимое для... Да, мне очень повезло А с одеждой что? Девочки отдали мне кое-какую одежду нейтральных цветов на первое время А потом, надеюсь, мне достанутся вещи от... От кого? Очень мило, что Бен и Джесс решили сохранить пол ребенка в секрете Это нечто интимное, что остается только между ними Надеюсь, скоро мы это узнаем Да, совсем скоро Лично я думаю, Бен будет рад девочке Он очень любит их Думаю, у них родится мальчик Я могу и ошибаться, но... Это мое предположение Какая красота Нужно на всем написать инструкции, чтобы Бен Джи все понял Очень мило, что сестры приехали помочь мне Они моя группа поддержки Иногда женщины оставляют себе плаценту Можешь сохранить ее Кто-то закапывает ее под деревом О, нет! Смотри, какая уже Джесс Да, она вот-вот родит Так Привет! Привет, Джилли Как у вас дела? Хорошо А у вас? У нас тоже Так здорово устроить видеочат с Джесс Я счастлива за них с Беном Единственное, что меня огорчает, что я не могу быть рядом с ней в этот момент Привет! Привет, Дерек! Отлично выглядишь? Ты все еще беременна? Потому что держишь руки вот так Да, рядом с малышом Потом сможешь прижать к себе Бена, когда родится он или она Мальчик или девочка? Мне кажется, девочка А я скажу мальчик, раз она за девочку Ну, раз мы единое целое, мы оба правы и неправы Узнаем Как вы там обустроились? Неплохо Хотя тут постоянные дожди Сезон дождей уже заканчивается, но льет постоянно Хорошо, что мама Дерека с нами Она нам очень помогает Понимаю У нее схватка Дышим Такая схватка, что она говорить даже не может Видимо, очень сильная Неужели началось? Сестры Даггар Пополнение Дыши У нее схватка Неужели началось? Вот это схватка Да Такие схватки я в основном чувствую спереди, а не со спины Хорошо У Джесси схватки Это абсолютно нормально Это не значит, что роды начались Все зависит от силы схватки Можешь ли ты разговаривать во время схватки или нет? В какой области проходит схватка и как долго длиться? Но это значит, что организм готовится к родам Что думаешь насчет родов? Иногда я жду их с радостью, а иногда мне... Дай угадай, страшно Но на самом деле это не так страшно, как может показаться Там же одна схватка за раз Нет такого, что тебе больно без перерыва Не бывает? Да Я знаю Ты справишься Джесси переживает, как и я Она выглядит спокойной Но уверена, что в глубине души ей страшно Всем страшно Ладно, милая, давай прощаться Было приятно поболтать Я скучаю Я тоже скучаю Я сообщу, когда начнутся роды, хорошо? Ладно, пока Надеюсь, все пройдет хорошо Спасибо, Дерек, я люблю вас Люблю тебя Пока-пока Пока Трудно привыкнуть к тому, что Джилл и Дерек уехали Мы с Беном всегда любили проводить время с ними Жизнь так меняется Сейчас они ходят на испанский И в их квартире есть Wi-Fi Но это пока они не переедут Мы очень по ним скучаем Без них сложно За два дня до предполагаемой даты родов Мы решили украсть тебя и свозить повеселиться Надеюсь, сильно никто не пострадает Мы с братьями решили Раз у Бена скоро будет ребенок То его жизнь перевернется с ног на голову Значит, надо его развлечь Сделаем это У Джесси и Бена очень близкие отношения Неудивительно? Они же новобрачные Нам редко удается красть Бена у Джесси Благодарим отче нашего за сегодняшний день За время, проведенное с Беном и братьями У Бена скоро родится малыш Он станет другим Войдет в Лигу взрослых мужчин Помоги ему, отче Ты скоро станешь взрослым У тебя родится ребенок Поразительно, как летит время Будешь папой Беном А вот и наша пицца Я и забыл, что она такая большая Она так выглядит? Да, держи, Бен Сегодня мы с ребятами проведем время вместе И повеселимся С тех пор, как мы с Джессой начали ходить на курсы подготовки к родам Я готовлюсь быть ее наставником и помогать ей Поэтому сегодня у меня есть время расслабиться, перевести дух И пообщаться с ребятами, пока все не началось Такая своеобразная моральная подготовка Кто знает, может, роды будут длиться двое суток Я не знаю, что может случиться Должен быть готов ко всему Давай, Бен, поднажми Ешь медленнее всех Я всегда последним выходил из-за стола И это в семье из 19 человек? Посмотрим, как он справится Ешь, ешь, ешь Давай И он это сделал День родов стремительно приближается Иногда, когда я задумываюсь об этом, начинаю нервничать Думаю, смогу ли я помочь Джесс Я ведь должен буду успокоить ее, когда ей будет плохо Так что, да, это волнительно, но... Я уверен, Господь нам поможет Я верю в это Центральная Америка Что ты с ним делаешь? Ничего Ты что, снова покакал? Я люблю готовить, а Дерек любит пробовать Так что у нас отличная команда Мы дополняем друг друга Скоро будем есть Скоро будем Скоро, скоро Ура, ура, ура Так обычно все и происходит Я на кухне, а Дерек возится с Израэлем Похоже, он доволен Я же его развлекаю Мне очень нравится быть здесь И я ценю каждый момент Но чем ближе Момент отъезда Тем сильнее я понимаю, что В следующий раз мы увидимся не скоро Я буду очень скучать по Джиле, Дереку Но больше всего По этому карапузу Он мой единственный внук И третий кровный родственник Потому что меня удочерили Дерек и Дэн Первые два человека, с которыми Мы связаны по крови А Израэль третий В нем частичка моей души Мы будем скучать Тяжело видеть, как мисс Кэти собирается уезжать Я сказала ей Мы спрячем ваш паспорт И вы никуда не уедете Я могу ехать домой Зная, что вы не будете голодать Это тяжело Ей приходится уезжать Не зная, когда она сможет приехать снова Надеюсь, до того, как мы вернемся домой Я люблю тебя Я не прощаюсь Я говорю до свидания До встречи, бабуля Я люблю вас А мы тебя Мы не сразу обустроились В Центральной Америке Берегите себя Я буду за вас молиться Спасибо Но мне интересно Куда заведет нас эта дорога И что нас ждет в будущем Пока Мы можем состояться здесь Как семья Кто знает Мы приехали сюда втроем А уехать можем Вчетвером Вот так Как бы долго мы здесь не находились Но я не беременна Нет Все постоянно спрашивают Я люблю тебя Через три дня После предполагаемой даты родов Я уже три дня перехаживаю Беременность мне надоела Я уже еле держусь Прошлой ночью схватки были довольно часто Поэтому сегодня Джена, Джинджер и Сьерра Приехали помочь С последними приготовлениями К рождению малыша Хорошо, что они будут рядом Схватки интенсивные Я записываю их в приложение На моем телефоне Их нужно оценивать По степени интенсивности Я не знаю, что будет дальше Если они усилятся То в приложении Уже не будет такой оценки Потому что я уже сейчас пишу Что они очень сильные Скорее всего, будет еще больнее Я как ребенок Плохо переношу боль Давайте просто сделаем это У Джессы только что закончились Несколько схваток И она решила, что сейчас Самое подходящее время для прогулки Джесса шла быстро Видимо, она считала, что Быстрая ходьба способствует Началу родов И они начнутся вот-вот Если собралась ускорить роды Так вперед Не нужно мешкать И оттягивать до последнего Ходи Ходи, пока не начнется Вот видишь, Бен У тебя отлично получается Как ты себя чувствуешь? Все хорошо Мы гуляли почти час Может, чуть больше И на протяжении всего пути Схватки были практически Каждые пять минут Хорошо погуляли Точно У вас сегодня появится малыш Да уж Прогулка пошла на пользу Как только мы вернулись домой Схватки участились Стали более интенсивными Началось Кажется, началось Джесса говорит Все началось Мы вызвали группу домашних акушеров И роды начались Далее Вдох Выдох Как больно Сирены с курой Это страшно Было много крови С моей сестрой Не может такого случиться Сестры Даггар Пополнение Одиннадцать утра Роды длятся Двадцать часов Роды у Джесса Начались вчера днем Она отлично держалась Как и Бен Он постоянно был рядом И подбадривал ее Как же больно Надеемся К концу дня Ребенок все же родится Два часа дня Роды длятся Двадцать три часа Джесса отлично справляется Пусть пойдут погуляют Очень удачный год И лучший день Чтобы родить Бен молодец Он не отходил от нее Ни на шаг Это очень мило Схватки очень сильные Все идет хорошо По мере того, как схватки Учащались Джесс становилась все больнее И мне тоже было больно Это тяжело Я только и думал Скорее бы малыш родился И все закончилось Но Это все тянулось И тянулось Четыре часа дня Джинджер звонит Алло Ребенок родился? Пока нет Как она держится? Я знаю, роды долгие Держится хорошо Раскрытие уже девять сантиметров Малыш может появиться в любую минуту Будем надеяться Созвонимся Люблю тебя Пока Хочешь познакомиться с малышом Джесса и Бана? Шесть часов вечера Роды длятся 27 часов Ты молодец, Джесс Все это время мы поддерживали Видеосвязь с Джилл И это было здорово Но с другой стороны Грустно, что я не была рядом Все будет хорошо Господи Как же больно Тяжело было видеть Как Джесса мучается от боли У малыша много волосиков Темных волосиков Ты молодец, Джесса Хотелось как-то помочь ей Облегчить эту боль Я была готова сделать все, что угодно Но понимала, что я ничего не могу сделать Оставалось только молиться за нее Ты чувствуешь, что головка малыша выходит, да? Ее уже видно Мама написала, что Джесса уже тужится Она уже давно тужится Она написала минуту назад Так что процесс идет Осторожнее Больно Ты молодец Малыш на подходе Молодец Когда я начала тужиться, это было очень тяжело Но в то же время я обрадовалась Потому что поняла, что наконец-то Ребенок родится И мне не придется до конца жизни Ходить беременной Давай тужься Выталкивай его Тужься, Джесса Давай тужься Давай, давай, молодец А вот и твой малыш Садись Ты сделала это Милый мальчишка Вот это я и хотела услышать Шесть часов двадцать четыре минуты С днем рождения Ты умничка, Джесса Она еще не знает, мальчик это или девочка Наконец-то Нам позвонил Бен Что? Мы заранее решили, что Джордан все узнает первой Потому что они с Джесс лучшие подружки Ну давай, говори уже Мы были похожи на толпу малышни Потому что всем не терпелось узнать Все были взбудоражены Да! Что там? Ура! Это мальчик! Мальчик? Поздравляю! Ура! Поздравляю! Мы очень рады за вас Мальчик! У них мальчик! Ладно, бегите к своему малышу Крепкий малыш Ты думала, будет девочка? Да Когда малыш наконец родился Мы все вздохнули с облегчением Мы впервые увидели своего сына Это особенный момент Да И было очень здорово Наконец прижать его к себе Боже мой Джесс, ты супер! Джилли! А потом все пошло Немного не по плану 9-1-1, что случилось? Уроженица после родов Открылась кровотечение Нужно ее осмотреть Ладно Она очень нервничает Она дышит? Да Ребенок в порядке? Да, с ребенком все прекрасно Хорошо Сразу после родов Джесс открылась сильное кровотечение Крови было намного больше Чем в нормальной ситуации Было страшно Кровотечение было обширным И я немного разнервничался Хотя Даже не немного А очень сильно Бен, ты поедешь с ней? Мне раньше уже доводилось Несколько раз Видеть, когда уроженец Было намного больше крови Чем должно было быть Но в этот раз Крови было слишком много Такого я еще не видела И у меня началась настоящая паника Я прокручивала в голове Все аналогичные ситуации И думала Что с моей сестрой Не может такого случиться Этого не должно было быть Врач осмотрел Джесс в родовой палате И сказал, что у нее все хорошо Кровотечение не очень обширное Но когда ее перевели в обычную палату У нее кружилась голова каждый раз Когда она вставала с постели Я потеряла много крови Мне делают переливания Но ребенок родился здоровым И мама тоже поправится Правда? Да Все будет хорошо После переливания тебе станет лучше Вернуться силы Это невероятно Но в течение нескольких часов Я полностью восстановилась Добро пожаловать в большой мир Роды прошли лучше или хуже, чем вы ожидали? Хуже Первое, что я сказала маме Не знаю, как ты пережила это 19 раз Как себя чувствуешь? В целом, неплохо Думаю, сложности возникли Отчасти из-за размера ребенка Посмотрите на этого карапуза Ребенок Джессы Самый крупный в моей практике Она сама при рождении весила 4 килограмма 100 граммов И для меня было удивлением, что ее малыш весил столько же Я была в шоке Размер его головки, груди, плеч Он настоящий силач Всем привет! Проходите! Хотите поздороваться с малышом? А можно мне подержать его? Давайте по очереди Надеюсь, у всех руки чистые? Для нас это была уникальная ситуация С которой мы раньше никогда не сталкивались Все приехали познакомиться с безымянным младенцем Это был особенный момент Вся семья приехала познакомиться с малышом Бабушка, держи второго Приятно увидеть такую связь поколений Сообщите, как определитесь с именем Надеюсь, к вечеру определимся Главное, определитесь до того, как ему стукнет 18 Вообще-то мы определились с именем еще вчера Скажешь? А надо? Ты уже не уверен? Еще думаешь? А ты уверена? А ты? Я да Это важное решение Ну ладно Мы решили назвать его Сперджен Элиот Сиволд Что скажешь, Джози? У тебя появился еще один племянник Наконец, после всего, что случилось за последние пару месяцев У нас появился повод для улыбок и всеобщей радости Посмотри в камеру Дети – это огромное счастье Думаю, Господь знал, что в данный период нашей жизни Особенно с учетом того, что мы пережили В частности, этим летом Появление малыша в нашей семье станет для нас началом чего-то нового Нам это было необходимо Я до сих пор не могу поверить, что он наш Все это кажется мне сном Куда ты смотришь, дружок?